Всем привет! Специально для тех, кто еще не успел придумать оригинальный подарок для своей половинки ко дню влюбленных, я решила записать этот коротенький видео урок по рисованию оригинальной открытке жидкой акварелью. Это достаточно простая, но в то же время очень эффектная техника. И я хочу предложить вам нарисовать вот такую вот композицию дерева, пара и звездное небо. Это может быть достаточно сложно, поэтому вы можете придумать любой другой свой сюжет. Это может быть даже просто сердечко посередине листа и вокруг вот такое прекрасное синее небо со звездочками. Это тоже будет очень красиво и очень недолго. Материалы для этой открытки вы можете купить в любом художественном магазине. Для этого вам понадобится 3 кисточки для акварели. Крупная, средняя и тонкая. Простой карандаш. Я рекомендую фирму Кахинор. Лягкость достаточно будет HB или 2H. Стирательная резинка. Тоже рекомендую Кахинор. И акварельная бумага. Я рекомендую Fabriano Torchon. Но это может быть любая, которая вам больше нравится. Вам не обязательно брать целую склейку. Можно достаточно купить лист. Она продается отдельно листами. Также вам понадобится тюбик маскирующей жидкости. Удобнее всего пользоваться линером, потому что оттуда маскирующая жидкость выдавливается прямо через удобный тонкий наконечник. Вам не нужно использовать для этого кисточку. Самое важное и самое ключевое это баночка жидкой акварели Эколайн. Я рекомендую цвет номер 506, но вы можете взять любой другой оттенок или совместить два оттенка. Очень красиво совмещаются синий и фиолетовый, например. То есть это исключительно на ваш вкус. И эти два материала маскирующая жидкость и жидкая акварели Эколайн бывают не в каждом художественном магазине, поэтому перед тем как делать эту упаковку лучше предварительно туда позвонить и уточнить наличие этих вещей. Также вам понадобится баночка белой гуаши. В принципе любой фирмы хорошая кроющая белая гуаша. Сначала прикрепите лист акварельной бумаги к деревянному планшету. Проще всего это сделать с помощью бумажного строительного скотча со всех четырех сторон очень плотно с большим заступом на лист, чтобы бумага крепко держалась, потому что она будет намокать и поверхность ее будет искажаться. Надо, чтобы натяжение было хорошее. Потом вы делаете карандашный рисунок вашего изображения. После того, как прорисованы все детали, вы стираете резинкой лишнее и делаете этот рисунок легким-легким едва заметным. После этого берете вашу маскирующую жидкость и закрашиваете все, что у вас должно остаться белым, закрашиваете маскирующей жидкостью. Теперь можно начинать работать. Когда ваша маскирующая жидкость высохнет, вы берете чистую воду, крупную кисточку и заливаете водой все пространство, которое у вас есть на листе. Следите, чтобы у вас не оставалось сухих мест. Воды должно быть много, не стесняйтесь ее прямо налить туда. После этого вы зачерпываете краску, жидкую акварелика лайн и начинаете заливать небеса. Там, где вы хотите, чтобы осталось более светлое небо, на моей открытке, это примерно посередине по диагонали, я хотела, чтобы остался такой, как звездный путь. Я там оставляю больше воды и кладу краску не так густо. После этого мы посыпаем обычной солью вашу бумагу, для того, чтобы соль впитала в себя краску. В этих местах у вас получатся прекрасные эффекты звездочек. Пока соль вбирает в себя краску, я подкрашиваю места, которые хочу, чтобы были более интенсивные, более насыщенные. Где-то, где нужно, я могу добавить просто воды, чтобы в этом месте было светлее. В процессе работы можно добавить соли в какие-то места, если вы видите, что звездочек мало, и вы хотите большего эффекта звездочек. Также можно использовать фен, чтобы подсушить вашу работу немножко быстрее. После этого я смахиваю соль и снимаю маскирующую жидкость, вернее высохшую маскирующую жидкость. У меня остается вот такая красивая белая, такой белый силуэт. Теперь я беру синюю краску Эколайной, тоненькой кисточкой, начинаю прокрашивать те детали, которые у меня получились не очень ровно. В следствии того, что кончиком линера маскирующей жидкостью не получается всегда очень точно прорисовать. В принципе, можно этого и не делать, ну, исключительно на ваш вкус. Потом я беру белую гуашь и дорисовываю звездочек. Звездочки красиво рисовать с разными промежутками, группками, так как они есть на небе. Также я добавляю листики на дерево гуашью. Они получаются слегка полупрозрачные. Теперь я беру зубную щетку и разбрызгиваю немножко белый гуашь еще зубной щеткой, чтобы было еще больше мелких звездочек. Теперь я беру тоненькую кисточку и дорисовываю белой гуашью мелкие детали, которые мне хочется улучшить. Готово! 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 Готово!